Всем добрый день! Сегодня, как вы уже догадались по названию, на примере нашей кухни я расскажу о месторасположении и количестве розеток. Сначала о банальных розетках в зоне видимости, а потом о всех дополнительных. Там будет поинтереснее. Поехали! Над мойкой и над плитой розетки устанавливать нет смысла. Думаю логично, но все же упомяну. Размещаем розетки в предполагаемой зоне расположения техники. Разного рода вот такие вот ниши. Тут 100% будет какая-то стоять кофеварка или мультиварка. Готовить вы точно тут не будете. Минимум 1 розетка должна быть. Над каждой рабочей зоной по 2-4 розетки обязательно. Лучше всего прикинуть количество техники, используемой в этой части столешни и добавить 1-2 про запас. Все же кухонный комбайн, электрочайник, миксер, мясорубку, тостер необходимо будет где-то подключать. А на кухне тройники и удлинители просто неуместны. По высоте. Розетки можно разместить в столешне, на фартухе и в дно верхних тумб. В столешне непрактично, может попасть вода и будет активно пачкаться. Столешню сложнее будет помыть в зоне размещения розеток. Розетка же в дне верхней тумбы пачкаться не будет, но пользоваться ей крайне неудобно, поскольку ее необходимо будет нащупать или наклоняться, чтобы ее увидеть. На фартухе удобнее всего, но и тут есть моменты. Если размещаем низко, розетки будут пачкаться, а помыть их довольно сложно и небезопасно без отключения. Чтобы разместить по середине высоты, предварительно необходимо знать точные размеры устанавливаемой кухни, а это не всегда возможно. По опыту лучшим вариантом является размещение розеток в верхней половине фартуха. В результате розетки не пачкаются, не попадает в них вода и воткнутую технику мы можем пододвинуть максимально близко к задней стенке. Вот наш пример с микроволновкой. И плавно переходим к более специфическим розеткам. Если будете размещать микроволновку на полке, то делаем отдельную розетку, но необходимо ее сделать так, чтобы она позволяла и так не очень компактную микроволновку упереть в стену. С вилкой сзади микроволновка будет торчать больше на 5-10 сантиметров. Если планируется встраиваемая техника, то такой проблемы нет. Также не забываем о вытяжке. Определяемся с ориентировочным месторасположением прибора и с учетом его габаритов выше на 20-30-40 см организовываем розетку. У нас кухня не до самого потолка и над верхними тумбами тоже есть пара розеток. Одна для роутера, вторая для датчика пожара дымогаза. Стандартная верхняя тумба имеет высоту 60 и 90 сантиметров, так что угадать с розетками несложно. Какие розетки размещены у нас за нижними тумбами? Подмойкой это розетка для измельчителя отходов, бойлера и посудомойки. Поскольку у посудомойки довольно длинный провод, мы можем ее отнести от розетки более чем на одну стандартную тумбу шириной 60 сантиметров. При этом иметь возможность в любой момент посудомойку отключить, не вытаскивая ее с ниши. Далее бойлер. Иногда нецелесообразно или нет возможности подвести горячую воду на кухню. В таком случае выручает компактный бойлер, установленный под мойкой. И тут для него пригодится розетка. Измельчитель отходов тоже работает от электричества и даже если вы его не планируете пока устанавливать, розетку лучше предусмотреть. Тут они установлены на высоте 65 сантиметров и 50 сантиметров от угла. Лучше устанавливать немного ниже и правее. Под каждую группу розеток я подвел трехжильный кабель сечением 2,5 миллиметра. Плита и духовка у нас электрические. Под каждый из этих приборов выведен трехжильный кабель сечением 4 миллиметра. Тут более индивидуально, поскольку приборы бывают разные мощности. К газовой плите и духовке можно подвести простые розетки с сечением 2,5 миллиметра для электроподжига. Размещал бы их не за духовкой, а за соседней тумбой, чтобы был доступ для отключения без демонтажа встраиваемой техники. Высота 50-60 сантиметров. Отдельно стоящий холодильник. Розетка из-за самим холодильником на стандартной высоте 30 сантиметров. Если холодильник встраиваемый, то я бы сместил розетку в соседнюю тумбу для той же возможности отключения. Над отдельно стоящим холодильником можно тоже сделать розетку. Поскольку холодильник высотой порядка двух метров, то розетка на высоте 2,20 от пола вполне может пригодиться для подключения прибора стоящего на холодильнике. Это мои мысли касаемо розеток именно в зоне кухни. По поводу общего расположения по дому будет отдельное видео. Постарался максимально коротко и информативно. Если информация была полезной, лучшей благодарностью будет ваша подписка. Если что-то не так и вы с чем-то не согласны, комментируйте. А на этом сегодня все. Всем хорошего дня.